Пикапы в нашей стране машины низшивые и приобретают их, как правило, с сугубо практичными целями. Впрочем, учитывая их хорошую проходимость, некоторые используют их как относительно доступную альтернативу внедорожникам, которых в массовом сегменте найти всё сложнее. Рассмотрим три самых бюджетных пикапа, официально представленных в России. Первый, вполне ожидаемо, УАЗ-пикап. Под капотом бензиновый 150-сильный атмосферник объёмом 2,7 литра. Коробка пятиступенчатая механика. Есть жёстко подключаемый полный привод, пониженный ряд передач и блокировка заднего дифференциала. Дорожный просвет 210 мм. Грузоподъёмность 765 кг. Цена комплектации с механикой 1 160 000 рублей. А это китайский пикап Jack T6. Его базовая версия оснащается двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 177 лошадиных сил. Коробка передач механическая шестиступенчатая. Полезная нагрузка 790 кг. Внедорожный арсенал составляет жёстко подключаемый полный привод, двухступенчатая раздатка и клиренс 198 мм. Стоимость начинается с 1 660 000 рублей. Третий доступный вариант тоже родом из Поднебесной. Great Wall Wingel 7. Под капотом китайца двухлитровый турбодизель мощностью 142 лошадиные силы. Коробка передач, шестиступенчатая механика. Привод полный с электронно управляемой раздаточной коробкой с понижающей передачей. Клиренс 212 мм. Масса полезной нагрузки 975 кг. Цена от 1 750 000 рублей. Итак, УАЗ по-прежнему самый бюджетный пикап на нашем рынке. Базовое оснащение откровенно спартанское, но в линейке есть и довольно богатые версии и даже коробка автомат. Китайцы автоматических трансмиссий не предлагают, зато у них есть дизели, более подходящие для подобных машин. Только в случае с Джаком за такой мотор придется доплачивать, а вот Great Wall его предлагает сразу в базе. Списки опций у обоих не блещут разнообразием, но для рабочей лошадки будет достаточно. Конечно, если придираться, то все три модели выглядят малость устаревшими. Но в этом классе проверенные решения иной раз ценятся куда больше новомодных трендов. Особенно это касается внедорожного потенциала. И здесь нашим героям есть что показать.